Добрый день, дорогие наши зрители и слушатели. Сегодня суббота и с нами Игорь Алексеевич Гунтеров. Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Добрый день, дорогие друзья. Субботние встречи о главном. Игорь Алексеевич, ну все спрашивают, что же делать, что же делать. Как нашим зрителям и нам, каналу, и вам перейти к общим каким-то действиям? Вик, я вот вспоминаю прошлую нашу встречу. У меня там возникла такая мысль. Напоминаю, в прошлый раз мы обсуждали комментарии наших слушателей. Их обычно много. И у меня возникла такая мысль. Так вот, это же фактически самовозникший коллектив людей. Это не просто комментарии. Они ходят, встречаются, обсуждают каждый раз. То есть это реально коллектив людей, активно участвующий в обсуждении чего? Путей развития страны. Их число на канале, я вот посмотрел, но тех, кто заходит, ну не менее миллиона. А был даже, помните, у нас одна запись, там миллион шестьсот тысяч. Значит, вывод. Не менее миллиона человек являются творческим коллективом. И вот тогда почему бы нам вдруг не осознать этот факт и не сказать, мы творческий коллектив. То есть пойти обычно создают несколько групп активистов, и они набирают людей. А мы здесь пойдем с другой стороны. Вдруг я увидел, что это коллектив очень умных и активных людей, которые теперь и надо нам и назвать себя коллективом. Игорь Алексеевич, ну может быть именно по этой причине власти боятся такой организованности, поэтому блокируют и хотят уничтожить Ютуб. Где будем когда собираться с вами? Да. И вот, кстати, на будущее нужно сейчас нам подумать. Не исключено, что вот уже вот сейчас блокировка Ютуба, это не что иное, как первая попытка. Значит, мы должны приступить к разработке и предупредить всех, что в минуту, когда вот возникнет что-то не то, мы можем и должны переходить на другие каналы. Мы есть на других каналах, это Телеграм и Дзем. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, там пока нет такой активной переписки, но как только Ютуб грохнется, то, естественно, мы перейдем туда. Да. И чтобы мы знали, что мы заранее подготовили эти каналы. И, значит, если это возник вот творческий коллектив, примерно в составе миллиона человек, но 500 тысяч это точно, а это много. Вы покажите мне какую партию, где 500 тысяч членов. И можно даже как-то назвать нам себя. Я сейчас ориентировался. Ну, допустим, Общественный совет национальной безопасности. Можно другие, но я сейчас к тому, что надо нам подумать. И, дорогие товарищи, пишите нам предложение, вот как нам назвать этот наш творческий коллектив в составе не менее 500 тысяч человек. Это огромная армия. А что должен делать вот ОСНБ? То же, что мы и делали, только более целенаправленно осознать, что мы делаем какое-то важное дело, а именно разработку стратегии будущей России. Вот цель нашей деятельности. Кто-нибудь еще занимается этим? Вот если посмотреть вокруг, то я не найду ни одного субъекта в Государственной Думе, Совете Федерации, правительстве, в администрации президента, кто бы занимался серьезно, систематически вот этим вопросом. А может, это не нужно? Поэтому они не занимаются. Да как же не нужно, когда страна катится в пропасть, где русский народ реально имеет шанс исчезнуть с исторической аренды? Так вот, значит, тогда миссия ОСНБ, Общественный Союз национальной безопасности, стать мозговым центром строителей свободной и счастливой России. Дальше размышляем в практическом плане. А кто будет реализовывать наши проекты и наши разработки? И вот уже я вижу два основных исполнителя. Тактический и стратегический. Тактический исполнитель, он обеспечит запуск проекта, внедрение в жизнь. А стратегический потянет за собой весь ВОЗ на годах. Кто может стать тактическим исполнителем? Мы уже этот вопрос обсуждали. Я полагаю, что мы не ошиблись. Вероятнее всего, должны стать офицеры. Типа, причем это все в рамках закона, в рамках происходящих событий. Мы с вами обнаружили, что в Ареме сейчас две части. Одна Иванов и подобные, а вторая Попов и подобные. Так вот, я думаю, что нашими исполнителями будут офицеры типа генерала Ивана Попова. Спартака с его гладиаторами. И таких Спартаков, я уверен, несколько. А это уже достаточная структура, чтобы осуществить толчок. А второй исполнитель, стратегический, это народ, объединенный передовой научной теорией. И выработка этой теории как раз задача нашего творческого коллектива. И еще остается открытым вопрос о центральном руководстве. Вот кто-то должен быть осуществлять небольшой коллектив, и кто будет главным координатором уже практического процесса. Я думаю, что тот, кто сможет предложить ответы для решения наиболее важных проблем, которые сейчас стоят перед страной. То есть нужен своеобразный Дэн Сяо Пин. Он не управлял страной, он стоял рядом. И был советчиком. А власть реализовала его замыслы. И вот своеобразным Дэн Сяо Пином должны стать мы. Наша задача управлять течением мыслей. Дальше размышляю в практическом плане. Но у нас же есть президент Путин. Может, он и будет этим Дэн Сяо Пином? И вот сегодня давайте обсудим. Вот в практическом плане. Можем ли мы надеяться, что Путин в состоянии вывести страну, чтобы нам тогда из той трясины, куда мы погружаемся, чтобы нам тогда поставить на него и сказать, вот мы разрабатываем, пожалуйста, Владимир Евгеньевич, реализуйте то, что мы здесь обсудили с народом, с большим коллективом в составе не менее 500 тысяч человек. Я сейчас перечислю главные проблемы, которые стоят перед нами. Оценим возможности Путина. Вот сейчас принципиальный мы подбор, анализ кандидатуры. Если он устроит и способен решить то, что нам нужно делать, тогда подключаемся к нему. Если нет, тогда начинаем думать, а кого поставить на это место. И вот я перечислю, например, на 7 или 9 главных проблем. Проблема номер один, демографическая. В стране нарастает кадровый коллапс. Уже сейчас не хватает, вот по оценке Академии наук, 5 миллионов человек. И вот то, что мы сейчас начинаем возмущаться мигрантами, это немножко увод в сторону. Ибо Стрейкин там, что во всем виноваты мигранты. На самом деле мы неизбежно, вот на этом этапе, мы без мигрантов не обойдемся. Не хватает 5 миллионов профессионалов, причем высоких профессий. Здесь я не согласна. Мигранты у нас не являются профессионалами высокими. Нет, Вика, я про другое говорю. У нас есть потребность занять места, вакантные места высоких профессий. Я уже не говорю про низ. Но вот нет, реально, вот проводят опросы работников крупных предприятий, руководителей. Все кричат, нет людей. Врачей нет. И у меня друга одного в Кандалакше, в Мурманской области, прооперировали так, что он до сих пор не может разобраться. Врачи другие не могут разобраться, что ему там вывезли и куда что поставили. То есть вот реальная потребность высоких профессионалов. А почему такое случилось? Так вот, причиной мы тоже разбирали. Это порочная атмосфера капитализма, как система, навязанная народу Ельцином и Путиным. Я сейчас это не в плане кого-то плоти, а просто констатация факта. И на их совести около, тоже мы это разбирали, около 40 миллионов избыточно умерших и потерянных от спада рождальности. Как компенсировать потери, Путин не знает. Единственное, что предлагается, это вот завозить в страну другие народы. Других решений нет. И это навсегда, потому что в демографических планах у Путина поставлен коэффициент суммарной рождаемости 1,6. А нужно как минимум, вот сейчас нам нужно 3,3, 3,5. Поэтому запланировано продолжение той демографической катастрофы, которую мы сейчас испытываем. Итак, вывод. По первой позиции Путин не годится. У него нет ответа. Проблема номер два. Основой социально-экономического прогресса и развития во все века служила наука. Особенно фундаментальная. Ее ядром выступают академии или подобные им структуры. Российскую академию наук создал Петр, мы об этом как-то говорили. Ее уважали все цари и лелеяли в советские годы. А при Путине в 2013 году ранг было уничтожено. Закрыто фактически. И превратилось в клуб уважаемых пенсионеров. Значит, и эту проблему Путин решить не в состоянии. У нас нет организованных мозгов. Проблема номер три. Это вот, дорогие друзья, я сейчас перечисляю. Я пришел, работая над этим материалом, к выводу, что Путин неадекватен оставаться на должности руководителя страной. И поэтому вы меня покритикуйте, где я ошибаюсь. Вот две позиции я показал, что Путин не справится с этой задачей стратегической. Проблема номер три. Чтобы страна была уважаемой в мире, она должна иметь в чем-то суверенитет. Хоть в чем-то, но суверенитет. И тогда ее вот там будут уважать. Маленькая страна, но вот там что-то такое красивое производит. А если говорить о мировой державе, то необходим технологический суверенитет по базовым экономическим позициям. Что у нас? Так вот, за 30 лет усилиями Ельцина и Путина, и это продолжается, Россия превратилась в сырьевой предаток Запада. И никакой некоррективный Запад на нас напал. Мы сами выбрали эту модель. И Егор Гайдар в монографии своей написал, у России появился уникальный шанс стать республикой западного типа. Не нам навязали. Мы сами себе выбрали в качестве лидеров Соединенные Штаты Америки. И я до сих пор помню, с какой радостью наши руководители экономического блока восхищались, когда вдруг оказалось, что биржевые торги, вот крахи на бирже, мировой лондонской биржи, тут же отражаются на нашем крахе. То есть они восторгались, что мы встроились в мировую капиталистическую систему. Там подъем, у нас подъем, там крах и у нас крах. А вот назначенный, помню, первым руководитель московской полиции, тогда милиции, Аркадий Мурашов, когда ему говорили, посмотрите, у нас преступность в Москве выросла там в два-три раза, нужно что-то делать, а он их укорял, милые мои, высокая преступность – это критерий высокого демократического развития государств. Нам еще, наши преступности, далеко добираться до преступности там в Нью-Йорке, в Лондоне. Поэтому высокий уровень преступности – это индикатор того, что у нас все в порядке в стране. Еще раз подчеркиваю, наверху пытаются трактовать, что нам это все навязали. Ничего подобного. Мы туда под них легли. И что в результате в плане суверенитета? Итак, разрушены технологические основы тяжелого и легкого машиностроения. Станкостроение, авиастроение, судостроение, автомобилестроение. До сих пор помню, как Путин гордился, приезжают и открывают заводы, сборки, «Опель», другие модели, привозили и создавали видимость, что у нас автомобилестроение. А вот сейчас грохнулось все, и у нас кроме «Лады Приоры» ничего не останется. Фармацевтическая промышленность, космос. Не смогли посадить модуль на Луну, что могли сделать в 70-х годах еще в Советском Союзе. Сейчас теряем рынки сбыта и технологического обмена. В результате мы превращаемся в бассала Китая. Других решений у Путина нет. Четвертая проблема. После оптимизации здравоохранения оно превратилось в медицинский бизнес. И это все заслуги Владимира Владимировича Путина. Уничтожены сельские участковые больницы, разрушены ФАПы, резко ухудшилась первичная медико-санитарная помощь. Врачей задавили стандартами, превратив в поставщиков услуг. Как исправить ситуацию? И здесь ответов у Путина нет. Проблема номер пять. Деградирует образование. Из программ удалено то, что воспитывает в ребенке широкую личность, способную понимать происходящее в мире и отдавать критическую оценку власти. Помните, Греб говорил, если мы будем образовывать людей, тогда что, как ими управлять? Игорь Алексеевич, за ту историю они внедряют дополнительные часы. А вот спрашивается, а какую историю? А какую? Вот по законам написания учебников, текущие события в историю не включают. Они должны быть взвешены историческим опытом, и тогда записывать в историю. А у нас уже записано СВО. Итак, и здесь минус. Проблема номер шесть. Нет механизма контроля народа над деятельностью верховной власти. Путин ни разу не отчитался о результатах своих указов и национальных проектов. А по оценке, помню, Кудрина, когда он был председателем счетной палаты, он подсчитал, что исполняемость указов, дай бог, 20%. И здесь минус. А здесь даже не то, что контроля нет народом над властью, а нет обратной связи, они даже не слышат народ. Да. И более того, блокируют все возможные каналы. Вот у нас сейчас полнейшая цензура. Все каналы, вот такие государственные, превратились в одно жужжание. Благостное в отношении тех ушей, для которых они предназначены. В результате эти уши наполняют мозги неверной информацией, принимают неверные решения. Дальше. Проблема номер семь. Растоптана Конституция. По сути, Путин, и вот я сейчас говорю очень аккуратно, Путин совершил антиконституционный государственный переворот. Перечисляю позиции. А. Введено понятие публичной власти или верховенство публичной власти над властью народа. Б. Создан новый госорган, госсовет, подчинив ему Государственную Думу и Совет Федерации и Правительства. В. Ликвидирована независимость местного самоуправления от государственной власти. И. Г. Совершено самоизбрание на третий президентский срок. Путем поправки Терешковой. Но мы-то с вами разбирали, и юристы об этом говорят, она не имела таких полномочий, поскольку не являлась субъектом права. Следовательно, это статья 134 Конституции. В результате у нас сейчас нет президента. Но если он избан в соответствии с поправкой, а поправки не было, ибо не было субъекта права, значит, президент самоизбрался, самоназначил себя президентом. Но это даже вот последствия этого блохо, неправильно продуманного решения, катастрофические. Значит, все указы, документы, которые подписываются, это совершенно не имеющие никакой силы бумаги. Более того, вот фактически сейчас Путин является исполняющим обязанности президента. Можно ли дальше находиться и продолжать жизнь, и надеяться на управление человека, который фактически не является главой государства? Проблема номер 8. Была инициирована специальная военная операция, для которой не имелось объективных оснований, мы с вами это разбирали. Хуже того, у самой СВО нет юридической основы. Это я опираюсь на мнение юристов. Что это такое СВО? Вот что такое война? Прописано. Есть соответствующий закон. Что такое военное положение? Прописано. А что такое СВО? Совершенно непонятно. Более того, Путин издал, не было изданных указов о переходе наших войск через границу другого государства. Тогда по какому распоряжению законному осуществляются эти действия? Получается, что СВО есть фактически, а юридически ее нет. Тогда кто будет за все отвечать? Вот посмотрите, сколько проблем сейчас. И вот я еще раз убеждаюсь, что президент не в состоянии, вот тот, причем он навалил себе массу мелких вопросов, вот он подписывает все, 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 но он же этого не читает, он в нем не разбирается в мелочах. А зачем тогда вот это дублирование? Плюс он взял на себя те функции, которые принадлежат председателю правительства. И кто достойно остановит эскалацию и оставившую угрозу ядерной войны? Дальше. А вот теперь я остановлюсь на проблеме, которую пока никто не видит. И она может добить Россию. Агрессивные геополитические действия Путина, вот он сейчас, как он заявляет, хочет восстановить Советский Союз со всеми теми республиками, которые, и он их назвал, недогосударством. Вот Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, они недогосударства. И должны войти в состав, в какой там Советский Союз. Но вот что, в монархию. Это не Советский Союз, это единую державу, монархическую державу. И что в ответ? И в ответ республики решили создать военно-политический союз. И вот я сейчас зачитаю документы, я сам пришел в ужас, когда с ними познакомился, ну, дней 10 тому назад. Фактически второе НАТО, но на юге, на азиатско-южном направлении. Итак, вот только что в июле 24-го года в Манны-Геустасской области Казахстана прошли масштабные военные учения. Вот сейчас слушайтесь, этого нигде не обсуждается. Итак, факт. Прошли масштабные военные учения под названием Берлистик, или несокрушимое единство. Кто в них принял участие? Вооруженные силы Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Ник, вот вы слышали об этом? Нет. Нет. И я своих друзей... А это же должно обсуждаться сейчас. Причем Россию туда не пригласили. Дальше читаю. Я сейчас читаю официальные материалы и комментарии экспертов. Учения включали широкий спектр сценариев. Развертывание сил, ведение боевых действий, оказание медицинской помощи, обеспечение тылового снабжения, разведка. Была задействована тысяча военнослужащих, включая различные виды военной техники, танки, БТРы, боевые самолеты, корабли. На море участвовали ВМС Азербайджана и Казахстана. Ну, представляете, масштаб. И мы этого совершенно не слышим. Почему? Потому что страшно об этом сказать. Это вот что-то рождается на наших... То есть за Россию сейчас, если вот я убедимся, то что это на самом деле так оно и есть, Россия будет заблокирована с Черного моря и Азии. А кто возглавляет все? Вот геополитическая ошибка. Путин выбрал Эрдогана другом. Вот Эрдоган наш друг. А почему? Потому что через него запустили Южный поток, когда Путину ударили по рукам после присоединения Крыма. Вот тогда он выбрал Эрдогана другом. Нашел доброго человека, который готов пострадать ради наших интересов. Так вот, всю эту кухню организовал... В центре был Эрдоган, Турция. В ходе учения отрабатывался сценарий нападения извне. Некого условного противника. А кто ближайший условный противник у этого, у этой совокупности государств? Разумеется, Россия. Так вот, защита от России портовой инфраструктуры и месторождения по добыче нефти и газа. Мероприятие направлено на защиту транспортной инфраструктуры. И вот формируется новый транскорпийский маршрут, который будет пролегать мимо России через порт Октау. И российские военные не приглашены. Отказ пригласить Россию вызывает множество вопросов. Ведь до сих пор мы играли там ключевую роль. А сейчас? И будто бы еще ОДКБ. Так вот, все члены ОДКБ, посмотрите, перешли туда. То есть, они еще здесь у нас номинально сохраняются. Но фактически они уже включаются, дают мощную военную группировку. Откуда это пошло? Это вот не просто случайное вот сейчас учение. Вот я начинаю развертывать историю. Оказывается, уже в 2009 году по инициативе Турции очень мягко и незаметно президенты Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана подписали нахичанскую декларацию о создании просто сначала Совет Сотрудничества тюркских государств. Эрдоган хитро запустил основу единения язык. Один и тот же язык. И причем опять незаметно вот мягкая сила. Вслед за языком они отказываются от кириллицы и переходят на латыницу. Дальше. В 2019 году присоединился Узбекистан. Позднее Таджикистан. В 21-м. То есть, процесс мягко-мягко, аккуратно набирает масштабы. В 2021 году по предложению того же Эрдогана Совет уже был не просто, там был просто нейтральный Совет, а здесь Организацию Тюркских Государств. То есть, создана Организация Тюркских Государств. И даже он называет, это Турецкая НАТО. Со штаб-квартиром в Стамбуле. Вы чувствуете, что формируется у нас под брюшки? Дальше. Сначала договорились о невоенном сотрудничестве. Разумеется, сначала здравоохранение, образование, транспорт, туризм, сельское хозяйство. Ну, чтобы никто вначале не придрался, а нужно забросить, сделать пятачок, а потом начинать наращивать силу. Дальше. Позднее создают в рамках ОТГ объединенные вооруженные тюркские силы для реакции на кризисы в государствах ОТГ. И вот я сейчас буду зачитывать мнение директора агентства этнополитических стратегий Александр Кабринский. И он говорит, появились контуры создания армии Великого Турана. Вы представляете, мы увлеклись западным НАТО, мы убедились, насколько он был мощный, а вот сейчас создается совершенно неожиданно, а мы на два фронта не разорвемся. Стали проводить многократные, это не первое учение, перед этим десяток был военных учений, знакомство с технологиями других армий, с офицерами, говорит об одном. Турция видит свое будущее в содружестве с этими армиями. Идет ползучая экспансия НАТО, это вот мнение Коблинского. Что такое вот поставка вооружения? Ведь вооружение-то будут поставлять туда какое? А НАТОвское? Значит, все эти страны, их армии перейдут на определенный стандарт. Дальше он говорит, НАТО это не о войне. НАТО это 90% в экономике. В результате союзники России сагжа шагом перейдут на стандарты НАТО. Из-за этой идеи стоит наш ближайший друг, геополитический Эрдоган. Вот выбрали себе друга. И вот он дальше думает, что едва ли это сам Эрдоган. Не исключено, что это хитрый маневр. Вот здесь вот американцы, это мнение Кобринского, вот здесь хитро использовать Эрдогана с позволения и с финансирования Запада, вбить мощнейший, не просто клин, а оторвать кусок и изолировать Россию с азиатского и южного направления. Поэтому рассматривать Эрдогана как самостоятельного политического ЭГК ошибочно. Эрдоган уйдет, уйдет, а стратегия и южная НАТО останется. Организация ОТГ стала намного активнее развиваться с началом специальной военной операции в Украине. То есть мы подтолкнули эти республики, особенно обозвав их недогосударствами. И тут же, я вот читал экспертов по Казахстану, а там чуть ли не 40% русских. И вот тогда вполне справедливо руководство Казахстана начинает искать военные силы, которые бы позволили им не допустить то, что случилось в Украине. Значит, на последнем заседании парламентской ассаблеи, уже парламентской ассаблеи этой ОТГ-группы, глава внешнеполитического ведомства Турции, некто Фидан, выступил с идеей создать единую военную промышленность и коллективную систему обороны для всех членов странов ОТГ. Единую оборонную промышленность. И совместно разрабатывать, выпускать оружие и боеприпасы. И вот дальше у них размышления такие. Затем по Каспию этот транспортный маршрут пойдет в сторону Азербайджана, далее через Грузию. Да, еще что? Мы с Арменией поругались, не защитив их. И Пашинян уже открыто говорит о союзе с НАТО. И там были проведены военные учения Армении и Соединенных Штатов. И опять мы не придаем значимости. То есть, получается, вот эти Южно-Среднеазиатские республики плюс Армения это наши потенциальные враги. Но, во всяком случае, не друзья. Таким образом отрабатывается механизм защиты транспортного коридора, который будет работать в интересах Запада, в первую очередь, Европейского Союза, а потом США и Великобритании. Нетрудно догадаться, кого страны-участницы учений считают вероятно противником. Делаю вывод. Итак, совершенно однозначно Путин не в состоянии выступать тем, координатором, его ближайшее управление, не в состоянии выступать тем координирующим центром, который нужен для интеллектуальной деятельности, для мозговой деятельности Центра Стратегического Развития России. Кто тогда? Где искать этого лидера? Это вот в плане практических действий. И, дорогие товарищи, завершая сегодняшнюю встречу, я обращаюсь к вам с просьбой. Вот еще раз прослушайте те аргументы, которые я изложил, считая, что Путин не в состоянии справиться с этими проблемами. И тогда мы давайте подумаем, а кто? Несомненно, в народе масса умных людей, и вот даже по тем комментариям, которые мы обсуждали, там интереснейшие и серьезные предложения. Итак, первое, ответьте, способен, вот как бы вопрос такой, Путин способен выполнять функции стратега по типу Дэн Сиарпин. И второй ответ, Путин не способен выполнять функции стратега, ведущего страну к процветанию. А если да, то, я думаю, что, исходя из того, что изложил, большая часть, вероятно, будет за второй ответ. Путин не готов, не готов и не способен. Тогда, а как искать того, кто способен? И вот я думаю, что надо теперь нам обратиться через наш коллектив, пятисоттысячный, а может даже и больше, начинать думать. Вот нужно подбирать тех людей, вот кто адекватен быть наверху, на самом верху. И вот нужно нам подобрать, посмотреть на политиков, крупных, известных, неизвестных, которые способны были бы решить вот те девять проблем, которые я перечислил. Вот есть у кого-то предложение по этому вопросу. С тем, чтобы начинать их обсуждать и пригласить. Да, теперь как нам, кроме вот канала, нужна какая-то еще площадка, на которой можно будет нам собираться. И я встречался вчера с нашим товарищем, из, вот, кто нам активно помогает. Можно будет сделать как минимум две, два механизма. Первое. Есть интернет технологии, куда можно собраться. Вот 40 человек могут присутствовать одновременно и разговаривать друг с другом, и это регистрируется. Можно пару сотен, но там уже только один выступает, а остальные как слушатели. И там будем обсуждать вот те вопросы общие, которые требуют обсуждения. А второе, этот же наш товарищ предложил, могут найти помещение, где можно сразу собраться 300, 400, ну, 200, 300 человек для того, чтобы проводить вот такие очные встречи. Вот штрихи наброски к ответу на тот вопрос, который ты задала вначале. Что нам сейчас практически делать? Спасибо, Игорь Алексеевич. Вами проделана большая работа. Вы нам доложили те обстоятельства, о которых мы не слышали, поэтому будем думать, рассуждать и искать выход. Спасибо. И мы обязательно его найдем, что и только захотеть. Игорь Алексеевич. Игорь Алексеевич. Продолжение следует...